МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала ННТ новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. В начале выпуска по традиции, коротко о главном. Рыба в сети, абраконьеры за решетку. Нелегальный вылов биологических ресурсов пресекла транспортная полиция в Махачкале. Об этом через минуту. Восточные воды, черный песок и зловонный запах теперь в прошлом. Коммунальные службы ликвидировали прорыв канализационных сбросов в редукторном поселке. Уже не земля раздора. Муртия Дагестана разрешил спор, который тянулся несколько лет. Словесная перепалка переросла в стрельбу. Бояц смешанных единоборств Залимхан Юсупов подвергся вооруженному нападению. Подробнее в спортивном блоке новостей. Нелегальный вылов рыбы пресекла транспортная полиция в Махачкале. 58-летний житель Кизделюртовского района был задержан во время очередного рейда в акватории Каспийского моря. У злоумышленника обнаружили и изъяли надувную лодку, лесочные сети и рыбу в количестве 130 штук, среди которых кутум, вобла, шимая, рыбец, судак и большеглазый пузанок. Возбуждено уголовное дело по статье незаконная добыча водных биологических ресурсов. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Также установлено, что подозреваемый ранее имел аналогичную судимость. Коммунальные службы ликвидировали прорыв канализационных стоков в редукторном поселке. Напомним, что на улице Времена Года возле новой набережной из-за засыпки смотровых колодцев три дня назад пробило хозяйственный бытовой трубопровод. Сточные воды проходили под лестницей у центрального входа и попадали прямиком на пляж. По этой причине на всей территории чувствовался зловонный запах и на берегу почернил песок. Вышли гулять и такая ужасная вонь. Канализация прорыва. С таким хорошим настроением вышли. Такая вонь, такую погоду. Будем надеяться, что примут меры. Меры были приняты. На месте аварии коммунальные службы установили примычку и перераспределили сточные воды на соседнюю магистраль. Таким образом, прорыв был ликвидирован. В последующие этапы здесь проведут дезинфекцию и очистку пляжа. А также восстановление самих смотровых колодцев. Код проводимых работ проинспектировали представители единого оператора Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения и мэрия Махачкалы. Насчет очистки берега мы завтра можем туда бригаду поставить. Единственная нам помощь нужна будет, конечно, МБУ. Необходимый гипохлорид для обеззараживания и так далее. У нас есть просто рабочие руки, которые там граблями или чем-то, хотя бы верхний этот... Чем надо мы вам поможем. Нам нужно сейчас очень быстро, ускоренным темпом расчистить и провести поездок на рейд. Тысячи человек и 200 автомобилей. Масштабный автопробег в селе Саграт Алекунипского района был организован дагестанцами. Именно там похоронен Мухаммад Яракский, выдающаяся личность в истории Дагестана. Он являлся символом единения народов Кавказа, духовным наставником таких имамов, как Гази Мухаммад и Шамиль. Об этом и многом другом в ходе мероприятия говорили ученые-историки. В мире много чего происходит. В Дагестане тоже кто-то всегда хочет фитнес сделать, смуту сделать, как-то расшатать. Это все идет к тому, что до прихода имама Махди это будет постоянно. А когда даджал придет, что будет? Еще хуже будет. Еще сильнее будет шатать убеждения людей. Еще сильнее будет людей обманывать. Еще больше фитнес, смуты, крови будет тоже. Поэтому самое важное для человека, чтобы он был на истинном пути, был рядом с праведными, хорошими людьми. Иншаллах, тогда у нас, иншаллах, все будет хорошо. Безмерно рад, что я являюсь участником этого маджилиса. Посещал многие регионы, исламские регионы Кавказа, Валкавардин, Валкария, Карачао, Черкесия и других местах. И тот дух ислама, который сохранился здесь, видел, как им тяжело, мусульманам, тех регионах, нашим братьям, восстановит ислам после тех воинствующих атеизма. И это, я считаю, заслуга, в первую очередь, Магомеда Яраги и его учения от Аликата, которые он распространил, и его последователи, которые здесь распространили, удержали и приумножили. Нам надо чаще проводить вот такого рода мажлисы. Они реально укрепляют дружбу, реально укрепляют взаимоотношения. Автопробег стал ежегодной традицией, которая несет в себе дружбу народов Южного и Горного Дагестана. Инициатором мероприятия выступил Муфтият Республики. Муфтият Дагестана разрешил земельный спор. Конфликт, который тянулся несколько лет, удалось благополучно разрешить. С проблемой по данному вопросу в отдел примирения пришли люди, у которых возникли трудности с участком в районе Буйнакского перевала. Один из них поставил коммерческую будку на чужой территории. В 1997 году мой отец купил землю. Спустя время, значит, я вижу, там уже начинаются будки и так далее. Ну и вот начались споры. Здесь мы решили сделать так. Договорились так. Они дают нам сделать документы, то есть они отзывают бумагу. Либо я хочу, чтобы мне аренду давали, платили побольше поднять, не 100 тысяч рублей, а больше. Либо хочу, чтобы будку передвинули. Нужно правильное шариатское решение, чтобы это не привело к фитни. В том шариатском решении мы его написали, вот здесь что? Я на своих местах буду продолжать делать этот, как его, вот, ну, свой бизнес. Здесь написано, здесь написано, вот, это можно прочитать. Здесь подпись его, его отца Мирзалевича, его сына, мои подписи. Не, мы, у нас фирма 50 на 50. Я не знал, что... Вы грустили, когда он... Не, я потом узнал, когда он, что это место было его отца. Потом узнал все вопросы решения. Почитайте, вы тоже посмотрите. Скажите, кто... После детального разбора ученые-богословы нашли оптимальное решение и предложили его участникам спора. Те, в свою очередь, согласились на компромисс. У нас сегодня был земельный вопрос. Земельный вопрос – это один из трудных вопросов у нас в Дагестане. Аль-Хамдуля, что мы пришли к мировому, этот хозяин земли хотел поднять аренду. И они пришли общим и сказали, мы, иншаллах, мы общий язык найдем, договоримся, сколько платить, сколько отдать. Вот это вопрос был у них, аль-Хамдуля, здесь решились и пришли к одному и ушли, аль-Хамдуля, нашли общий язык. Стоит отметить, что с подобными проблемами у Муфтия Дагестана обращаются сотни людей со всей республики. И многие вопросы удается разрешить мирным путем. И к новостям спорта. Боец смешанных единоборств Залимхан Юсупов подвергся вооруженному нападению. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. Он находится в больнице, угрозы, жизни нет. По предварительным данным, неизвестные в ходе конфликта со спортсменом произвели в его сторону несколько выстрелов. Тип оружия не уточняется. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на почве взаимных оскорблений. 29 мая у Юсупова должен был состояться бой. В основном боец выступает в организациях ПОП-ММА. В Махачкале прошел спортивный фестиваль памяти заслуженного учителя Дагестана Магомеда Игунова. Молодежь состязалась в семи национальных видах спорта. За призы спорили более 200 спортсменов. Участников приветствовали представители власти, главы районных администраций и известные спортсмены. Соревнования проводились в юбилейный десятый раз. Цель состязания не победа, а приобщение молодежи к здоровому образу жизни. По итогам фестиваля победители и призеры были награждены ценными подарками и денежными призами. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Хороших всем новостей и до скорых встреч в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!